Болезни старые, а врачи новые. Уже несколько недель ходят слуги об ухудшении здоровья чеченского лидера Рамзана Кадырова. Я уже старый, но когда-то был молодым, самым неопытным. На этот раз такой информацией выходит статья в немецком Бильд. За последние несколько месяцев он сильно прибавил вес и выглядит очень опухшим, а в своих видео часто не может открыть глаза. По информации бывшего вице-премьера Чечни Ахмада Закаева, который проживает в изгнании, у Кадырова проблемы с почками. К тому же главе Чечни лично приезжал Ясин Ибрагим Эль-Шахат. Он является главным врачом в больнице Бурджил в Абу-Даби. Именно поэтому Дон-Дон не смог присутствовать на речи Путина 21 февраля в Москве. А вот то, что чеченский диктатор время от времени выглядит энергичным и подвижным, объясняется использованием стимуляторов, отмечают в издании. Информация о проблемах со здоровьем Кадырова появляется уже не первый год. Но интересно другое. Ранее свои болячки путинская марионетка на личном самолете летал лечить в Москву. Этому журналисты нашли множество доказательств. Обычно его ввозят либо в Москву, либо отвозят за границей. Он лечится за границей. Но в основном он свою основную болезнь подлечивает в Москве. Так это было, к примеру, в 2020 году, когда Дон Кадыров заболел коронавирусом. Болезнь вообще за здоровьем Кадырова следит, можно сказать, и сам Путин. Потому что все условия, чтобы его держать в сохранности, это Путин этим занимается. В Москве Кадыров лечится в ЦКБ, в Центральной клинической больнице, которая управляется президентом РФ России. И там лечится не только Кадыров, там лечится и какие-то близкие круга Путина. Вместе с ним в Москву тогда ездил бывший министр здравоохранения Чечни и по совместительству личный врач Кадырова Эльхан Сурейманов. Уважаемые жители Чеченской республики. Конечно, стоит отметить, что свои менее серьезные вопросы по здоровью Рамзан все-таки решал не только в Москве, а и в Дубае. Там, кроме дорогущей виллы, у него есть личная зубная фея Габриэла. Видите, да, зубы у меня в порядке, она проверила. Она самая лучшая специалистова. Так что, вот так вот. Огромная благодарность вам. Скажу на английском. Мы в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы любим вас. Каждый раз, когда вы приезжаете в Дубае, мы все очень радуемся. Интересным является еще один факт. В то время, как распространяются слухи о болезни Кадырова, Путин у себя лично принимает старшего сына Дон-Дона, Ахмата Кадырова. Сегодня в Чечне проходит свадьба 17-летнего сына Кадырова. По случаю свадьбы с 17-летним Ахматом встретился Путин. Очевидно, что такими встречами Кадырова-младшего готовят к политическому будущему. Возможно, даже к отцовскому трону. Кадыров является обычным госслужащим, марионеткой Путина. Путин может другого поставить. У сына Рамзана Кадырова у него была личная встреча с Путиным. Где вы видели, чтобы Путин лично встречал даже других чиновников, либо приближенных лиц Кадырова? Даже если болезнь Кадырова и не слишком серьезная, и он еще долго будет находиться у власти, то жаги в подготовке престола наследника говорят о том, что Путин возлагает надежды на продолжение властвования в Чечне кадыровского клана. Убрав Кадырова, система в Чечне не поменяется. Поменяется только тогда, когда вообще в целости система в России поменяется. Но вот в случае проигрыша России в войне против Украины, что с каждым днем стает все более очевидным фактом, за престолы, троны и золотые короны удержаться не сможет ни главный диктатор, ни его марионетка, ни 17-летний кронпринц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова